Без общественников и активистов в почти пустом зале депутаты в шахматном порядке, кто в маске, а кто и нет, впервые собрались очно и раскачиваясь решали важные городские вопросы. Председатель Гурдумы Галина Буевич сразу предупредила, повышать зарплату мэру и не только, будут из-за постановления вышестоящих властей. Вопрос об увеличении на 3% денежного вознаграждения главе города Барнаула и депутатам на постоянной основе. Но у нас таких депутатов четверо. Впрочем, некоторые посчитали, что выбор у городских депутатов все же есть. Может быть в этом году, так скажем, даже символически хотелось бы, чтобы мы воздержались от такого решения. Хотя по факту, я считаю, что, например, та же оплата труда мэра недостаточно высокая. Был период самоизоляции, граждане находились дома, а муниципальные служащие находились на рабочих местах. Денежный вопрос на этом не закончился. Депутаты внесли изменения в бюджет города на этот год, увеличив дефицит. Теперь он составляет 685 миллионов рублей. По прогнозам из-за пандемии, казна недополучит почти 400 миллионов доходов. При общем увеличении расходов на нацпроекты уменьшат траты на сферу ЖКХ, культуру и спорт. И на этом фоне важной корректировкой стало выделение крупной суммы на достройку детсада в квартале 2006А, где сменили застройщика. Была проведена повторная государственная экспертиза, которая подтвердила удорожание работ по строительству. Предлагаем увеличить расходы городского бюджета на 25 миллионов рублей. Еще одна наболевшая тема. Депутаты утвердили компенсацию для жителей поселков Центрального района и Новомихайловки на воду, конкретно на полив. С каждого куба будут компенсировать разницу тарифа в 89 рублей и предельной платы в 22 рубля. Прописано у нас в постановлении, что только собственник и только тот, кто проживает в Барнауле. А там, допустим, получается кто-то прописан в другом районе, а живет здесь. Поэтому мы сейчас советуем им оформить и временную прописку и так далее. И еще одна хорошая новость. Накануне Дня города депутаты одобрили кандидатов на поощрение. Двум людям присвоят звание почетный гражданин, еще пятерым вручат знак города Барнаула. Празднование, напомним, будет 19 сентября. Анастасия Дорога, Никола Шелко. День с толком.